Зовут меня Ольга Попова. Я основатель компании Space Ad, Space Advertising, космическая реклама. Это именно та деятельность, с которой мы занимаемся офлайн. И мы строим цифровую страну TrueLand, метавселенной. Ну, соответственно, это наш представитель онлайн. Я здесь сегодня для того, чтобы рассказать вам все в подробности, как у нас это будет сделать, наше видение и, соответственно, то, к чему вы присоединяетесь, чтобы вы могли это знать и рассказывать своим партнерам дальше. Можете задавать все-все вопросы. Вообще запрещенных тем у нас нет. У нас главный принцип нашей деятельности – это абсолютная прозрачность. Поэтому, если вдруг какие-то возникают, то вы их, пожалуйста, сразу задавайте. Давайте это все дело у нас в режиме диалога. Так, по поводу 20 августа. Первое – у нас очень большой roadmap, большая дорожная карта, большой план действий. Но первое событие, которое у нас состоится, это будет 20 августа. Мы начнем показывать рекламу и показывать видео наших рекламодателей и, соответственно, делиться доходами от наших рекламодателей с нашими зрителями. Потому что это новый век. То есть реклама и маркетинг теперь будет работать так, что люди, которые смотрят, должны получать деньги, потому что они являются участниками процесса. Мы с вами, конечно, поначалу это воспринимаем так, с осторожностью, и это нормально. Но абсолютно, когда мы раньше такого не видели, мы, соответственно, воспринимаем с осторожностью. Но вообще, внимание, которое у нас есть – это ценность. И мы привыкли, что мы смотрим первый канал телевидения, и нам за это никто не платит. На самом деле мы отдавали, получается, эту ценность совершенно бесплатно. Вот чтобы такого больше не было, сейчас крупнейшие блогеры, крупнейшие медиа-агентства в мире начинают делиться теми доходами, которые они получают от своих рекламодателей. То есть суть проста. Рекламодатель платит мне, я это делю между нами с вами. Очень простая бизнес-модель, ее легко донести. Так, мне пишут, что звука нет. У кого-нибудь мой звук есть? Есть, есть, Оля. Да, да. У кого нет звука, зайдите, пожалуйста, еще раз. Выйдите, зайдите, выберите там с Wi-Fi для того, чтобы он у вас появился. Вот, поэтому, соответственно, очень… Так, у нас не записывается, мне же говорили, кто записывал, нет? Так, подождите, еще раз. Да, запись идет. Все. Соответственно, бизнес-модель совсем простая. Мы можем это донести до каждого человека на земле. Понятно, что это будут миллионы людей, которые к этому присоединятся. Потому что возможность подойти, что-то посмотреть, и тебе за это заплатить денег, абсолютно безрисковая и абсолютно понятная. Когда масса людей будут это делать, то у остальных партнеров будет еще меньше сомнений. Естественно, мы хотим, чтобы со временем просмотр рекламы стал действием для каждого из нас не просто денежным, что вот мне платят, и я поэтому вынужден смотрю чушь, а действием интересным. Поэтому мы попросим, это не обязательно, это если хотите, мы попросим вас предоставить нам доступ к куке, к вашим данным, которые вы, какие сайты вы посещаете, какие действия вы в интернете делаете. Если вы захотите, вы эти данные предоставите. Если нет, то нет, это не обязательно. Но нам это позволит сделать рекламу более интересной для вас. То есть если два человека зашли в Метовселенную, и один интересуется, например, спортом, а второй музыкой, то им будут показывать разные видеоконтенты. Одному про спорт, другому про музыку, чтобы было всем интересно, и чтобы люди начинали потреблять именно те товары, услуги, которые им интересны. Сразу вопрос популярный, надо ли будет покупать то, что рекламируется. Конечно, нет. Это как реклама по телевидению, как реклама в Ютубе. Вам ее показывают. Если вам понравилось то, что вам рекламируют, вы это покупаете. Если вам не понравилось, вы это не покупаете. В общем, никаких обязаловок быть здесь точно не может. Вот, соответственно, нам очень важно сделать это интересно для большого количества людей. Нам очень важно построить прозрачную, понятную территорию, где люди приходят и осознают, что так, я делаю вот это, получаю вот то. Теперь вот так и вот так. Поэтому, кроме ключевого принципа прозрачности и прибыльности нашей всей этой деятельности, мы, конечно, будем развиваться очень массово. Не только в одной Метовселенной, со временем в разных Метовселенных. Просто в разных соцсетях уже представлены наши аккаунты на очень разных языках. Потому что мы строим международную страну TrueLand. TrueLand называется наша страна, переводится на английском, это страна правды. Это огромная территория. Это не просто биллбокс, где вы зашли и смотрите рекламу. Вот эта возможность, которая строится 22 августа, это маленький кусочек, это маленькая возможность. На самом деле там будет очень большое количество активности, количество активности, очень большое количество возможностей. Соответственно, люди смогут делать, зарабатывать, развлекаться, учиться, заводить себе детей и так далее, и так далее. Это вот все, что обычная жизнь, все, что мы имеем сегодня в офлайне, это можно и нужно делать онлайн. Соответственно, вот страна, страна с нашими законами, страна с нашими принципами в основе этого. Почему TrueLand? Потому что сегодня в интернете очень большое количество людей, которые пострадали. Всякие скамы, всякие мошеннические проекты, пирамиды, там, матрицы и прочие-прочие истории, где люди свое потеряли. Поэтому у людей есть очень четкая потребность на что-то настоящее. Мы это хорошо понимаем. Поэтому мы говорим, у нас правда во главе угла. TrueLand – это страна, где правда торжествует. Когда ты делаешь что-то настоящее, тебе нечего скрывать. Я, как основатель, не прячу лицо, я не прячу какие-то свои данные. Вообще мы, наоборот, пытаемся со всей командой, мы не успеваем. Но мы пытаемся говорить на всех линиях и прислушиваться во всех соцсетях и быть вообще максимально открытыми. У нас на это не хватает иногда времени и иногда калорий. А так, когда прятать нечего, то люди открываются. И поэтому я буду очень рада, если вы присоединитесь к нам, если вы поймете и начнете тоже открыто рассказывать об этом, открываться, стать себе самому обеспеченным человеком, чувству себя уверенно, и дальше без какого-либо сокрытия нести это своим партнерам. Потому что там для вас откроются дополнительные возможности монетизации. Ну, например, если вы сейчас поняли все про TrueLand, пошли условно на YouTube, в Instagram, не важно, что он там запрещен, а не монетизация отключена, это все технические возможности существуют, чтобы это обойти. Ну, условно, вы пошли, вы создали свой канал, завтра к вам постучатся рекламодатели и скажут, можно я тебе заплачу денег? Просто будут платить их напрямую вам. Это для вас дополнительный источник дохода, и это для вас независимо ни от кого, включая Ольгу. Потому что Ольга с TrueLand делает молодец, хорошо. Но вот я, вот мой канал, вот мне платит мой рекламодатель. И таким образом вы можете создать большое количество возможностей для себя зарабатывать, когда вы опираетесь на себя, когда вы понимаете, что платят вам, когда между вами и поставщиком денег нет посредника. Вот это все есть возможность у каждого сегодня реализовать. Во-первых, потому что рынок маркетинга и рекламы развивается очень быстро, а места там хватит всем. Но на самом деле только половина людей сейчас, из всей информации в Лене Земли, около половины присутствуют в интернете. Вы представляете эту цифру? 51%, то есть 49% людей, они вообще еще не дошли до интернета, ни до метавселенных, ни до соцсетей, никуда. Соответственно, когда эти люди будут присоединяться, они могут слушать вас, они могут идти за вами. Это ваше внимание, это ваши деньги. И вот когда между вами и поставщиком денег нет никакого посредника, то вас невозможно обмануть, потому что вы сами их получаете. Но это все дальше, это все потом. Начнем мы с того, что 20-го числа мы включим возможность зарабатывать на просмотрах видео. Просто вы заходите в нашу метавселенную, метавселенная не принадлежит мне, метавселенная – это партнерская организация. Мы в ней выкупили определенные участки Земли, наши партнеры тоже купили, и, соответственно, стоим там нашу страну в ЛН. Поэтому 20-го августа вы можете зайти, увидеть первое видео, получить первое начисление рекламы, вывести их, понять, что все по-настоящему, все работает, и, если вам это комфортно, продолжать развиваться в этой сфере. Так, вопрос, какие партнеры? Это про кого? Это, наверное, про метавселенный вопрос. Наши партнеры называются Tixar. Давайте я сразу здесь проясню. Сейчас много всяких ссылок и много всякого балабума творится в интернете. Значит, еще раз. Меня зовут Ольга. Я основатель компании SpaceEd. SpaceEd в переводе с английского – космическая реклама. Почему на английском? Потому что мы работаем на весь мир. Мы не работаем только на России или СНГ. Соответственно, я основатель компании SpaceEd. SpaceEd строит в метавселенной страну. Страна называется TrueLand. Страна правды. Метавселенная называется Dixar. Dixar – это метавселенная, где мы не владельцы всей метавселенной, где мы владельцы определенного участка Земли, который мы приобрели и, соответственно, на нем строим нашу страну TrueLand. Есть учетная система ATON. Все из вас, что делятся ссылками, вы сейчас в ссылке можете видеть слово ATON. ATON – это просто учетная система для раздачи ссылок, для сетевиков. Это как Одинеска, да? То есть в ней просто база данных. Ольга – не хозяйка ATON, Ольга – не хозяйка Dixar, Ольга – хозяйка SpaceEd. Просто очень много-много уже мухи всякой ясношек. Мы обязательно сделаем эфир, я думаю, завтра в понедельник, да? Завтра мы сделаем эфир с представителями Метавселенной Дixar, где мы обсудим наши совместные и несовместные планы на будущее. То есть, соответственно, что мы делаем, когда мы делаем, кем, в общем, какую роль выполняем мы, какую роль выполняют они и куда мы вместе все идем. Вот. Итак, я сказала основное. Значит, по поводу паспортов. Мы очень хотим, чтобы у нас сформировалось сообщество людей, которым нечего скрывать, которые хотят быть здесь постоянно. Знаете, вот понятное дело, вы понимаете, у нас сегодня уже 38 тысяч партнеров, 38 тысяч партнеров, которые зарабатывают с нами с октября прошлого года. Каждый месяц эти люди получают деньги. Конечно, это крутой результат. И, конечно, это привлекает большое количество мошенников. Когда мошенники видят деньги, они видят, ага, есть и люди, и деньги, и все, они могут попытаться сюда прислониться и что-то там свое делать. Нам важно формировать сообщество, на которое мы можем опираться, ну, то есть, на настоящих реальных людей. Поэтому мы предложили вариант, который называется паспорт True Land, то есть паспорт нашей страны. Это не значит, что должны быть ваши реальные данные. Вы можете дать ваши виртуальные данные, потому что вообще вся мета-вселенная, это про аватаров, это про виртуальность, да. Но когда человек купает паспорт, он все равно говорит, я принадлежу к этому сообществу, я здесь, я доверяю этому сообществу. Таким образом, мы создаем более надежное сообщество для себя, и мы создаем статистические данные, которые будут более интересны рекламодателям. Поверьте мне, рекламодателям неинтересно, как нас с вами всех замыть. Но им очень важно знать из тех людей, кто смотрит рекламу, сколько мужчин, сколько женщин, соответственно, какого возраста и так далее. Вот эти агрегированные статистические данные мы сможем им представлять в тот момент, когда у нас будут паспорта у большого количества, у основного количества наших людей. Паспорта в ЛЭД. Поэтому за человека с паспортом нам рекламодатель готов платить больше. Поэтому мы, соответственно, готовы больше платить партнеру. Если вы смотрите рекламу с паспортом, вы получаете меньше. Больше. Если вы смотрите без паспорта, вы получаете меньше. Вот отсюда взялась эта логика. Соответственно, какие вопросы есть, вы задавайте. Так, в чате мы пишем. Можно голос, можно в чате, да? Дайте разрешение на записи, появится звук. Это не ко мне, это людям, да, ребята. Дайте разрешение, и у вас будет звук. Какая минималка на выводе, будет ли минималка? Значит, смотрите по поводу минималки. Сейчас утрясаем этот вопрос. Абсолютно точно ответ на него будет 20 августа, когда мы начнем все это показывать и платить. Но я хочу, чтобы вы поняли, мы строим в прямом эфире, да? Ну, то есть мы рассказываем вам открытое, что мы делаем. Вот, поэтому, чтобы вы понимали, какая логика за этим стоит. Вот смотрите, выводить изначально можно будет в USDT. В будущем мы обязательно сделаем вывод и в других криптовалютах, и мы обязательно сделаем вывод на карты. Ну, то есть чтобы это можно было без крипты. Те, кто крипту не умеет, не знает, не хочет, не важно, чтобы это можно было ввести. Но это потом. Сейчас только USDT как способ вывода. Комиссия в сети TRT20 составляет 1,6 доллара. 1,6, да? Смотрите, какая у вас логика. Вот вы зашли, например, вы человек с паспортом. Вы зашли, посмотрели одну минуту. Вам начислился доход 1 цент. А вы их выводите, но вы за комиссию должны заплатить 1,6. Вы выведете, заплатите эту комиссию, у вас чистый эффект будет минус 1 доллар, 109 центов. Вообще неинтересно, да? А, соответственно, за чем тогда выводить 1 цент? Конечно, вы их не будете. Конечно, вы их аккумулируете. Дальше. Ну, допустим, вы собрали 10 долларов на рекламе заработанной. 10 долларов. Вы выводите минус 1,6. Вы 16% потеряли. Вы захотите это выводить или нет? Не знаю. Мы хотим, конечно же, со своей стороны сделать максимально близкую цифру к выводу. Вы хотите хоть один цент выводите. Мы хотим это сделать. Но есть два ограничения. Первое. Это должно иметь экономический смысл, чтобы вы не потеряли на комиссии все. И второе. Это не должно создавать колоссальные нагрузки на технические системы для вывода. Потому что смотрите, какая история. Если вы сейчас будете выводить сейчас 10 долларов через минуту, еще 10 долларов и еще, еще, еще. Это большое количество запросов к системе. Если вдруг что-то сломается, ну, представляете, пробки выйдут электричеством, потому что слишком большая нагрузка. В этот момент эта реклама потухнет. Ну, мы, конечно, ее починим. Ну, конечно, все включим, все продолжит работать. Но из-за того, что все потухло, какое-то количество времени вы не сможете смотреть и зарабатывать. Оно вам надо. Естественно, вам не надо, чтобы все выводилось. Нам тоже не надо, чтобы все выводилось. Поэтому сейчас технарии, программисты ищут вариант, когда мы могли бы сделать с одной стороны вывод максимально низким, то есть чтобы от минимальной цифры можно было выводить, но с другой стороны, чтобы это не создавало колоссальную нагрузку на систему. Вот торгуемся, честно, с программистами ищем вариант, как сделать как можно ниже, но при этом не создавать большой-большой сложности для технических систем. А до 20-го числа это точно будет ясно, и, соответственно, 20-го числа, перед тем, как начать смотреть, вы уже четко будете знать, какой вывод, когда, в какие сроки, от какой цифры и так далее. А БИП-20 комиссии меньше. Да, я согласна, что БИП-20 комиссии меньше, и БИП-20 обязательно будет добавлено как возможность, но сейчас реализуем на ЮСДТ, потому что не хотим обкладывать старт, ну, потому что по ЮСДТ уже почти готово. Ребят, я честно признаюсь, хочется, конечно, хочется делать все, и хочется делать все много идеально, но много идеально и быстро не бывает. Мы взрослые все люди, мы это понимаем. Поэтому, если мы хотим запуститься завтра, давайте запустимся хотя бы на ЮСДТ. Если мы хотим строить супер-пупер-систему, которая просто такая, что комара носу не поточит, ну, можно, будет сделано через год. Оно вам надо? Мне нет. Я хочу, чтобы партнеры это начали использовать прямо вот сейчас, 20 августа. Мы поэтому, то, что мы сейчас делаем, мы называем предзапуском, преланч. То есть у нас в августе это тестовый запуск. Мы ни от кого не скрываем, что мы это делаем впервые в жизни. Это тестовый запуск. 1 декабря 2023 года открытие TrueLand, как страны, будет официальный. Там будет большое количество возможностей, там будет небольшое количество активностей, там будет большое количество зданий уже построенных. Это все дело будет 1 декабря. Мы торжественно перережем ленточки, у нас будет большое... Все дела. Но, так, коллеги, у кого звук? Соответственно, но это все дело у нас будет 1 декабря на полную катушку. Сейчас у нас это открывается в тестовом режиме для того, чтобы с одной стороны дать возможность партнерам зарабатывать прямо сейчас, с другой стороны для себя понять все технические баги, все сложности, с которыми мы столкнемся, исправить их и уже 1 декабря войти с более подготовленными системами, более подготовленными инструментами.